За неделю сотрудники полиции проверили 67 иностранных граждан. 23 привлекли к административной ответственности. Выходцев из Узбекистана и Украины оштрафовали за нарушение правил пребывания в России и принудительно выдворили из страны. Гражданина Армении привлекли к ответственности за хранение наркотических веществ. Пока нарушитель отбывает срок наказания 15 суток. Готово распоряжение о выдворении его за пределы России. Закон и порядок едины для всех. Это правило и принцип работы напомнило чиновникам первой вице-маранапы Светланы Ировая. В 2013 году 67 инорчан смогли улучшить жилищные условия. В администрации таким результатом недовольны. Показатели должны быть выше. Каждый глава должен проявить, на мой взгляд, заинтересованность о населении в данном вопросе. Потому что если они будут приходить ко мне на прием и рассказывать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий, и после консультации у меня или в жилищном отделе решали этот вопрос, я буду считать, что вообще ничего не делается. Я лично наконтролирую каждый сельский округ. Когда наши специалисты выезжают в Светланы, пожалуйста, время удобное для населения. 17 часов в 17, в 19 вечера в 19, в субботу, в субботу. То есть я жду от вас конкретного участия и ваше предложение в этом вопросе. Две программы развития здравоохранения и улучшения жилищных условий медработников должны быть готовы через неделю. Мэр Анапы Сергей Сергеев установил крайний срок. Через семь дней две программы должны начать действовать в городе. Положительные результаты решения проблем в медицинской сфере уже есть. По поручению Сергея Сергеева составлен список объектов, введенных в эксплуатацию через суд. Некоторые хозяева земельных участков переоформили целевое назначение земли. Некоторые продолжают скрывать доходы и не платят налоги. 32 объекта власти города намерены вернуть в муниципальную собственность и обжаловать прежнее решение судов о передаче муниципального имущества в аренду частным лицам. 6 миллионов рублей у муниципалитета утащили судебным решением на прошлом. Вот они и детские сады, дорогие друзья. Если кто-то думал, что я буду молчать, я не буду молчать. То, о чем я сказал сейчас, я продублирую и на имя губернатора, и найду возможность. Хватит. Кинотеатр за 7 миллионов отняли у муниципалитета вместе с землей. Вот он, в центре, в парке. За что? Да этот кинотеатр можно было на детский сад обменять, на 200 мест. Еще бы и долг остался. Второй кинотеатр отняли судебным решением. Детский парк отняли судебным решением безвозмездно. Половину собственность, половину в аренду. Сколько это будет продолжаться? 43 предпринимателя не прислушались к единому для всех требованию установить урны у магазинов и кафе. До конца недели есть время привести улицу Крымскую в порядок и выполнить распоряжение администрации. Сергей Сергеев отметил работу и поблагодарил сотрудников МУПАКУ за уборку и порядок на пляжах. Изменения в лучшую сторону заметны. И в завершении планерного совещания мэр Анапы поздравил сотрудников транспортной полиции. 18 февраля это подразделение отмечает профессиональный праздник. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.